В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, чрезвычайных происшествиях, ведомственных проверках и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проезд на запрещающий сигнал светофора превышал скорость многократно, которая установлена для движения по улицам города Самары. То есть он двигался со скоростью порядка 160 км в час. В итоге «Фольксваген» протаранил сразу два автомобиля – «Ладу Гранту» и «Иномарку», которые остановились на красный свет. Пассажирка «Гранта» скончалась на месте до приезда скорой. Еще трое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель «Фольксвагена» задержанным оказался 19-летний житель Новокуйбышевска, который получил права год назад и за это время неоднократно превышал скорость. От освидетельствования он отказался, но по предварительной версии он был пьян. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Пожар в исторической части города. Горело здание в Самарском районе. Все случилось во вторник, в третьем часу дня. На месте происшествия одной из первых оказалась Олеся Корецкая. Пожар случился в двухэтажном деревянном доме по улице Степана Разина. Здание ветхое, там никто не живет, жильцов давно расселили. Но оно примыкает к жилому дому по улице Ленинградская. И его жильцы опасаются, что огонь может перекинуться на их дом. Дом на Степана Разина хоть и заброшенный, но никогда не пустует, рассказывают местные жители. После того, как расселили жильцов, здание облюбовали подростки и бездомные. Местные жители регулярно разгоняли шумные сборища, вызывали полицию. Предполагают, что именно незваные гости устроили поджог. Последний раз, позавчера у меня муж туда ходил и выгонял бомжа. То есть это настоящий рассадник стал. Гуляние молодежи, которые пьют, гуляют и не знаю, чем еще занимаются. И вот тех людей, которые не имеют жилья. Видимо, подожгли, потому что выходили соседи, ничего не было. А потом резко пламя. Огонь вспыхнул после обеда. Деревянное здание площадью 100 квадратных метров загорелось мгновенно. Клубы дыма заметили соседи и вызвали пожарных. На место прибыли пять спецмашин. С огнем боролись больше 20 человек. Работу осложняли кучей хозяйственного мусора от прежних хозяев. В 16.30 пожар ликвидировали. Пожарные начали разбирать и проливать водой кровлю, чтобы не допустить повторного возгорания. Причину пожара и ущерб от него установят эксперты. Гражданина Украины, задержанного в Самаре по подозрению в шпионаже, депортировали в Донецкую область для дальнейшего разбирательства. По данным Самарского управления ФСБ, мужчина может быть причастен к обстрелам на территории ДНР и, возможно, является наводчиком. 27-летний гражданин на протяжении шести часов следил за Самарским железнодорожным вокзалом. Его задержали 19 марта. Силовики выяснили, что он принадлежит к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» разведки Минобороны Украины. На допросе он признался, что собирал информацию о военных объектах в ДНР, Ростовской и Самарской областях. Изучал схемы зданий, количество видеокамер и полицейских. А вот Министерство обороны Украины заявило, что мужчина не имеет отношения к украинской разведке. Незаконный завод по переработке нефти обнаружили сотрудники ФСБ в Тольятти. Предприятие расположилось на территории бывшего завода «Фосфор». Именно там нарушители производили бензин и дизельное топливо без лицензии. На подпольном НПЗ обнаружили аппараты для переработки сырья, а также 50 емкостей для хранения готового продукта. Завод мог перерабатывать до 3000 тонн нефти. Полученное топливо продавали в Самарском регионе. Ежемесячный доход преступной группы сейчас оценивают в 20 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поддельные духи, косметику, часы и одежду самарские таможенники изъяли в одном из крупных торговых центров города. Всего почти 1200 предметов. Контрафактную косметику продавали с маркировками известных мировых брендов. По акции все по 300 рублей. В таможню обратился один из представителей правообладателя торговых марок. Экспертиза показала, что нелегальная продукция могла быть вредна для здоровья покупателей. В полиции возбуждено дело об административном правонарушении. Всего же только за прошлый год Самарская таможня выявила больше 100 тысяч единиц контрафактной продукции и не позволила нанести ущерб правообладателям и изготовителям оригинальных товаров на сумму больше 23 миллионов рублей. В Самарской таможне осуществлялось взаимодействие с представителями правообладателей товарных знаков. Кроме того, проводилась экспертиза в эксперто-криминалистической службе таможни. В своих заявлениях правообладатели указывали, что упаковка и маркировка продукции имеет ряд отличий от оригинальных. Кроме того, компоненты парфюмерной и косметической продукции не отвечают установленным нормам качества и безопасности. В Самарской области полицейские изъяли фальсифицированные сигареты на 14 миллионов рублей. Самую крупную партию 126 тысяч упаковок полицейские нашли в гаражных боксах, которые арендовал житель Жигулевска. Партии нелегальных сигарет он закупал через интернет. Что можете пояснить? Это сигареты с завода или это контрафактная товарственная продукция? Насколько я знаю, с завода вопрос какого. По марке, к сожалению, ни эксперт не могу сказать. Но документ не предоставляли мне при покупке. В итоге заведено 4 уголовных дела на четверых жителей Жигулевска, Самары и Тольятти. Теперь им грозит штраф до 700 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы. Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой быть внимательнее и обращать особое внимание на подлинность сигарет, проверять наличие акцизных марок. Не уменьшается число преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег. Их в Самарской области в прошлом году произошло более полутора тысяч. Эксперты отмечают, что производство липовых купюр растет в период кризиса. В России подделывают рубли. От пятитысячных банкнот до пятирублевых монет. С валютой не связываются, ее нет в ежедневном обороте. Чаще всего под прицелом фальшивых монетчиков крупные деньги. Как распознать подделку и что делать, если она оказалась в ваших руках? Разбиралась Олеся Корецкая. Фальшивые деньги побывали в руках у каждого. Только не все об этом узнали, говорят эксперты-криминалисты. За три месяца этого года в Самаре было больше трехсот попыток сбыть ненастоящие деньги. Чаще всего подделывают пятитысячные. Они меньше бывают в ежедневном обороте. На втором месте купюры в тысячи рублей. Если кажется, что купюра фальшивая, первое, что нужно сделать, обратить внимание на качество изображения. У подделки оно низкое. Картинка смазанная или мутная. Затем нужно посмотреть на просвет. Водяной знак должен быть четкий и двухтоновый. И обязательно должна быть вот такая фольгированная полоска внутри купюры. Ну а еще, говорят, подделки определяют по хрусту. Но для этого нужно иметь музыкальный слух. Качество подделок растет, признают эксперты. Но есть признаки, которые фальшивым монетчикам пока не удалось освоить. Есть такая вот виньетка. Мы начинаем ее смотреть в косопадающих лучах. Там появляются две буквы «Р». Российский рубль. На фальшивых денежных купюрах такого нету, типа эффекта. И вот такая также есть виньетка овальной формы. Когда мы начинаем ее смотреть на просвет, там начинают бегать линии. Если к вам, грубо говоря, попал поддельный денежных купюры, то необходимо сразу обратиться к сотрудникам полиции, либо к банковскому учреждению, но если вы сомневаетесь ее в подлинности, чтобы вас банковские сотрудники отдали ее на экспертизу, проверили, является она подлинной, либо нет. Сомнительные купюры отправляют на проверку в экспертно-криминалистический центр. Деньги приходят у нас часто. Проверяются сначала визуально, то есть на ощупь проверяются, смотрятся цвет передачи, способ изготовления визуально. На помощь человеческому глазу приходит спецтехника – автоматические детекторы с интеллектуальным антистокс-контролем. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи высвечивают подделку мгновенно. Подобными приборами оборудованы все крупные торговые сети. Специалисты советуют, при получении фальшивки не стоит избавляться от нее на рынке или в ларьке, иначе из пострадавших человек переходит в разряд соучастников. Наказание за это преступление – до 15 лет лишения свободы. В Самаре задержали женщину, которая могла состоять в банде мошенников. По версии следствия, группа хакеров рассылала вирусные сообщения владельцам банковских карт. Преступное сообщество было создано в Уфе и действовало с 2015 года по всей России. За это время вредоносные сообщения получили как минимум 3000 человек. Послания содержали текст, который призывал получателя пройти по опасной ссылке. В итоге мошенники похищали с карты деньги. По данным следствия, в банде было пятеро участников. Организаторов задержали у себя на родине, в Башкирии. Двоих исполнителей в Самаре и Екатеринбурге. В ходе обысков у задержанных было изъято 20 компьютеров и ноутбуков, порядка 4000 сим-карт, 65 сотовых телефонов, 13 банковских карт и более 170 других технических устройств, которые предназначены для рассылки вредоносных сообщений. В настоящее время подозреваемые доставлены в Чувашию. Судом им избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Без прав, без страховки и не на своей машине. Все в лучших традициях. В Сызрине полицейские задержали водителя, который нарушил, казалось, все возможные правила за несколько минут. Когда инспекторы ДПС решили остановить водителя пятерки, 23-летний молодой человек это требование проигнорировал. Началась погоня. В результате Сызранский шумахер несколько раз выезжал на встречную полосу, ехал в обратном направлении по дороге с односторонним движением, проезжал перекресток на красный свет. Не справившись с управлением, водитель пятерки врезался в световую опору. Не растерявшись, выскочил из машины и попытался сбежать. Но попытка провалилась, и дерзкого гонщика задержали полицейские. Как оказалось, нарушитель был пьян. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова